Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим приключения Незнайки. В прошлой серии мы прошли полностью пятую главу, которая называется «Как Незнайка катался на газированном автомобиле». А в этой серии мы начнем читать главу шестую, как Знайка придумал воздушный шар. Ну шо, поехали! Знайка, который очень любил читать, дочитался в книжках о дальних странах и разных путешествиях. Часто, когда вечером ничего не было делать, он рассказывал своим друзьям о том, что читал в книжках. Малыши очень любили эти рассказы, им нравилось слушать о странах, которых они ни разу не видели. Но больше всего они любили слушать о путешественниках, так как с путешественниками случаются разные невероятные истории и бывают самые необыкновенные приключения. Наслушавшись таких историй, малыши стали мечтать о том, как бы самим отправиться в путешествие. «Некоторые предлагали совершить пеший поход в другие, другие предлагали плыть по реке на лодках». Знайка сказал, «Давайте сделаем воздушные шары, полетим на шаре». Эта затея всем очень понравилась. Коротышки еще никогда не летали на воздушном шаре. И всем малышам это было очень интересно. Никто, конечно, не знал, как делать воздушные шары, но Знайка сказал, что он все обдумает, когда объяснит. И вот Знайка стал думать. Думал он три дня и три ночи и придумал сделать шар из резины. Коротышки умели добывать резину в городе. У них росли цветы, похожие на фикусы. Кстати, мы в прошлой серии вопросик задавали для наших подписчиков. Как вам больше нравится, чтобы мы читали одну главу по частям или целиком за всю серию? И мама написала, что по частям. И, кстати, я тут новый вопросик вам придумал. Чего вам нравится, когда у нас на видео вот такие вот, например, цветочки стоят? Пишите цифру 1 или слово «да», если нравится, когда у нас такие цветочки стоят. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не нравится и хотите без них. Ну шо, пошли. Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него начинает вытекать белый сок. Этот сок постепенно густеет и превращается в резину, из которой можно делать мячи и калоши. Когда Знайка это придумал, он велел малышам собирать резиновый сок. Все стали приносить сок, для которого Знайка приготовил большую бочку. Незнайка тоже пошел собирать сок и встретил на улице своего друга Гуньку, который играл с двумя малышками в прыгалке. «Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали», сказал Незнайка. «Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь». «А вот и не лопну», ответил Гунька. «Очень мне нужно лопаться». «Лопнешь, лопнешь», уверял его Незнайка. «Такая, брат, штука ты во сне не видел». «Что же это за штука?» заинтересовался Гунька. «Скоро мы сделаем воздушный пузырь и полетим путешествовать». Гуньке стало завидно, и ему тоже захотелось хоть с чем-нибудь похвастаться, он сказал. «Подумаешь, пузырь, а я зато с малышками подружился». «С какими малышками?» «Вот с этими малышками», сказал Гунька, и показал на малышек пальцем. «Вот эту малышку зовут Мушка, а эту Кнопочка». Мушка и Кнопочка стояли подаль с опаской, поглядывали на Незнайку. Незнайка посмотрел на них из-под лобья и сказал. «Ах, вот как, ты ведь со мной дружишь?» «Я и с тобой дружу, и с ними тоже. Одно другому не мешает. Нет, мешает, — ответил Незнайка. Кто дружит с малышками, тот сам малышка. Поссорься с ними сейчас же. Зачем я буду ссориться?» «А я говорю, — поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь. Ну и ссорься, подумаешь?» Вот и поссорюсь от твоей Мушки и Кнопочки, как нападам. Незнайка сжал кулаки и бросился к малышкам. Гунька разоградил ему дорогу и ударил кулаком по лбу. Они принялись драться, а Мушка и Кнопочка испугались и убежали. «Так ты из-за этих малышек меня по лбу кулаком бьешь, — кричал Незнайка, — стараясь ударить Гуньку по носу. А зачем ты их обижаешь, — спрашивал Гунька, размахивая во все стороны кулаками. Подумаешь, какой защитник выискался, — рассветил Незнайка и стукнул своего друга по макушке с этой силой, что Гунька даже присел и бросился ударить. Я с тобой в ссоре кричал ему вдогонку, Незнайка. «Ну и пожалуйста, — отвечал Гунька, — сам первый придешь мириться. А вот увидишь, что не приду, мы полетим на пузыре путешествовать». «Полетите вы с крыши на чердак?» «Это вы полетите с крыши на чердак, — ответил Незнайка и пошел собирать резиновый сок. А вот что произошло дальше, мы скоро со всем узнаем. А пока что, ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Пока-пока, пока-пока-пока-да». Ну вот, пока-пока, пока-пока-пока. Продолжение следует...